Друзья, начинаем мы третью карту. Студия Майнкаст, Дедайс и Вилату микрофонов. На самом деле заруба супер неожиданная получилась. Но крутая. Каждый размен сделал пиками оппонентов. Сейчас посмотрим, что будет на Десайдере, потому что Инферно вообще нам ни о чем не говорит в целом. Ну да, как бы высчитывать чью-то статистику на Инферно, это вообще нонсенс. Мы понимаем, что статистика сейчас не работает. Ну то есть она может быть будет работать, когда мы в онлайне лиге будем играть месяца 4-5. Да, и у нас уже будет какая-то база. Статистика собрана какая-то, конечно. Да, да, да. То, что было до карантина, до ковида, это все было давно. И сейчас все перешли в онлайн, и в онлайне мы видим, Мауза на своем трейне могут просто 5-16 отъехать. Без борьбы? Ну нормальный результат, да. Ничего неожиданного здесь нет. У нас уже и камбэки были, у нас Волл Патрол убивали Ликвидов, у нас там Беги выигрывали у Нави и у Фнатики, потом вылетали. Это же круто, это же круто на самом деле. Да, да, да. На лане такой вряд ли встретишь, на самом деле. Ну, то есть шансов намного меньше. Ну, друзья, кстати, по Инферно, тут 4 карты было сыграно у Маус Спорт за последние 3 месяца, 3 они выиграли, а вот у OG статистика похуже. 6 карт и 50% винрейта. Ну, мы видели, что и с трейном у них была беда, они за 3 трейна взяли в сумме 18 раундов, а тут хлоп, здорово. И легко, легко, 5-16, привет. Что вообще вы думаете, элементарная же карта вышла в голову, всем дали, как бы победа. Поэтому сейчас я не знаю, чем это все закончится. Я знаю точно, что в 7 часов будут G2 против Faze играть. Это точно. А в 11 вечера у нас сегодня будет играть Liquid Furia. То есть Furia у нас стартует. Furia 100 лет на самом деле не видел, кроме онлайна в плане. А в онлайне ты где видел? Я вообще их не помню. Квала они какие-то играли, по-моему. На Катовице, по-моему, играли они квала, да? Наверное, да. Ну, может быть, и проиграли их. На самом деле, меня эта команда немного разочаровывает после момента, как Хенни туда пришел. Кто там, MLJ, да, по-моему, был? Я не помню. Вот кого-то не убрали, и вот как бы этот костяк посыпался, и немножко не те уже результаты. Они там и в топ-10, да, по-моему, уже входили какое-то время. Было дело, да. Выше, чем MIBR они были. Вот бразильский решафл, вот этот постоянный, он как французский два года назад. Я просто перестал следить за тем, кто там где, кто в G2, кто в NV, кто в DLC каких-то. Ну, там просто вечный решафл, все со всеми там перемешались пять раз. В Бразилии тоже в какой-то момент началась вот эта вот непонятная кавардак, кто куда и что. Ну, сейчас более-менее все устаканилось, ну и посмотрим на фурию сегодня вечером. MIBRов мы видели, будем еще смотреть. MIBRы играют параллели на флэшпойнте, играют успешно в некоторых моментах, в некоторых не особо успешно, но это все вечером. Американский дивизион, еще раз напомню, 23.00 по времени, киевскому, московскому. Не важно, теперь до октября, до конца октября время киевское и московское одинаковое. Ну, и GGB, друзья, дает коэффициенты на эту игру 2.9 на OG и на Mousesports 1.38. Кстати, на живые, наверное, OG выиграли, поскольку они за КТ начинают. Возможно. Скорее всего. Но, может быть, и не так. Может быть, и не так. Может, даже наоборот опикали. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, Mousesports, друзья, начинает в атаке. Имеется у них флэшка вместе со смачком, 4 армора. И как бы поехали настреливать. Тем более, Робсу еще и по 250-й керриган дропнул. И выход по дат. Здесь, посмотри, засада от OG. Они уже мид ребра и шорт контролят. Поэтому, если вдруг через мид именно Mousesports до конца пойдут, то будет очень им неприятно. А вот если вылезут через апарты, то тогда уже OG придется придумывать велосипед. Пропс. Так, NBK в агрессию пошел. Криш-Джей абсолютно не читает. И Криш-Джей вместе с Воксиком по итогу разваливает всю эту комбину под шортом. Заходят в плен, ставят бомбу. И OG вынуждены делать ретейк. Да, ретейк сделать здесь будет, конечно, очень сложно. Он там пытается очень быстро загнать Керригана, который убегает сейчас от Вальды. Спрятался Керриган. Все, его тут не поймать. И нужно пытаться как-то выпрыгивать сверху. И в смачках, на самом деле, две спины могли в один момент подловить. А там диффуз-китол, правда, нету защиты. 10 секунд. Слушай, он просто начинает дефузить. Они вообще в курсе, что он дефузит. Манту! Еще забирает трижей, а Керриган последний падает от манту. OG! Что вообще произошло? А как этот вообще ретейк совершен был? Манту, трипл килл. Алексей Бис, Вальды. Я вообще не понял, что произошло, как они погибли. У них же все. Они в смаки решили пропушить Моус Порцы, и как бы на этом песня кончилась. Прекрасный план, когда у тебя стоит плент. Он нам показывает манту. Один. Это уже концовочка, скажем так, раунда. Ну да, да, это уже добивает. Это уже после того, как Алексей пропушил и начал диффузить. Браво, OG! Шикарные пистики от них. Ну и что, форс? Я смотрю, диффуз-китов нет. Думаю, вряд ли они там три в четыре как-то разыграют. А тут Моус Порцы пошли на отдавались. Проиграли свой же раунд, ну и теперь Эко играют. Кстати, не форсят до конца. Хотя бомбу ставили, наверное, могли бы себе и позволить какие-то калаши. Ну, решили все-таки третий сыграть полноценный. Возможно, правильное решение. Алексей ждет уже здесь выход с банана. Воксик подпушивает, но Алексей тут встречает, понятное дело. И очень сложно будет сюда выйти без флешки, без ничего. Флешка от Вальды должна залетать, и Алексей Би должен фармить просто Воксик. Близко проверит, не проверяет, браво. Ошибочка. Здесь, если ошибается Вальды, этот план просто будет скрыт. Вальды на два фрага расстрелялся, но в любом случае это плюсовая ситуация для Маус Спортс. Да, Манту успеет перетянуться, сейчас убить, возможно, одного или двоих, кто будет идти. Смачка нет у игроков атаки, Манту падает от Робса. НБК есть, размен, кстати, выбивает бомбу, она под КТ удобно лежит, НБК. Все, 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 сидеть, сидеть, дождаться тиммейта и сидеть. Иса пришел на халпу уже. Все, уже Иса здесь, можно постараться сейчас обойти, либо просто контролить сейчас в два гана. Скорее всего, это будет самым правильным решением. Открыто, на самом деле, защита стоит, Робс условный может сдегло. Раздавай, например, по НБК, последний Иса, один на один остается против Робса. Иса все-таки спасает раунд. Друзья, это эко от Маус Спортс было. Это было эко от Маус Спортс. Лучше, чем вот это эко не сделаешь, потому что сейчас у Маус Спортс все великолепно по денежке. С другой стороны, нужно думать сейчас над своими девайсами ребятами за УДЖИ. Это будет какой-то недобай, и молодцы Маус Спортс. Большие-большие молодцы. Здесь Алексей Би решил сам пропушить без флешки, хотя имелось там у него тиммейта. Как вы сыграете эту комбину, боксик ослепнет, и ты без проблем делаешь пару фрагов, подфармишь, и останешься жив. Нет, решает до контакта открываться. Ну, ладно, хотя бы ИСа спасает эту ситуацию для своего коллектива, но теперь посмотрите по закупу. От ОУДЖИ, три фармилки, два кольта, а вот у Маус Спортс просто все шикарно. Да, ну и давайте смотреть на то, какой раунд сейчас будет играть Мауза. Флешечки увернулся здесь, мы видим Керриган вместе с Фроузеном на банане. Не спешат, Маус будет играть медленный раунд, повытягивать побольше гранат нужно из соперника. Но там хватает, конечно, ютилити, так же, как и хватает у ESL на заход. О, боже, у ESL, Маус Спортс на заход, конечно же, на точку B. На самом деле, в Альбе опасно здесь соло отыгрывать, никакой хилку у него не имеется, плюс по гранатам у него только один смачок остается. И как бы если Маус Спортс именно его вскрывает, то можно выходить на сейв ОУДЖИ, а именно, судя по всему, на него Мауза и пойдут. Хотя пока что это выглядит все как фейк и разворот под точку А. Да, похоже на фейк, очень сильно пошумели, не особо ведутся на этот фейк ребята из ОУДЖИ, остаются они втроем, мидл контролит нас манту. И мы видим здесь у Маус Спортс осталось всего три флешки, один смок, вот полетела одна флешечка. В ответочку залетает хорошее ХАЕ, Молик тоже выбросили для того, чтобы отрезать манту, ничего не получается сделать. Ну и проходит, мид занимает, но что дальше? А что дальше? Там Алексис сидит. Ну здесь комба на шарте, НБК под флешечку врывается, крижей уже забирает, НБК, браво, Иса тоже флешку хорошую накинул, Иса забирает еще и Керригана, НБК, правда ошибается против Фрозена, но Иса должен контролить балкон, плюс на хелпе еще имеется манту, которого Фрозен так же контролит. А куда же ты пошел? Куда же и зачем ты так глубоко-то пошел? Иса тут сидит, контролит из песков, зачем выходить? Иса, Робс знает, что он там, надо помощь, Фрозен тоже подтягивается, Иса делает первый килл, наширает дальше, Иса, браво. Альте забирает Фрозена и боксик не справляется, друзья, 3-0 с такими плохими девайсами, ОГ все-таки переворачивает ран в свою пользу и денежек у Маус Спортс не будет, поскольку бомба вновь не ставилась. Маус Спортс, напоминаю, они были жуткими фаворитами, на самом деле, по мнению букмекеров. Даже перед этой картой коэффициент там Маус, 2,9 был на ОГ, то есть по-прежнему переоценивают некоторые команды у нас ребята из GGBat, ну дают вам возможность денег заработать. Ну думаю, там вчера Маус Спортс типа Фейсклан обыграли, наверное, с OG проблем не будет, и как бы здравствуйте, мой ОГ, 16-5 чужой пик, допы на своей карте, на самом деле, ОГ могли уже 2-0 закрывать, если по-хорошему. Если ОГ эту серию вы, Кэрриган очень быстро перетягивается, Алексий не успел видеть, и Кэрриган, браво, второго! Нет, Алексий все-таки убивает здесь Кэрриган. У нельзя девайс отдавать, Алексий Би. Боксик, из дыма, выбегает, Алексий проверит, да, Алексий не добивает, флешка, неплохая флешка там была просто от игрока атаки. Манту рядом. Возможно, на клумбу подсадку стоит сделать и свапнуть девайс с Алексий Би. Так, ну и Маус Порцию. По гранатам, правда, у них ничего абсолютно не остается, и здесь НБК с нычки должен контролить просто всех. Вряд забирает уже Крижея, минус Робс, и НБК Натан Шмидт просто набивает себе стату, судя по всему, в этом раунде. НБК, ну, два еще сейчас откроются, один с мидов, второй с аппартов. Сидят и ждут, понятное дело, нет никаких флешей, ничего, НБК легкий минус, ну и Фроузен. Фроузен хорош, успел пикнуть. Фроузен может, да. Адер 110, кстати, у него за три раунда. С пистолетами, ну, очень-очень даже неплохо. Ну, пойдет еще Фроузен, помучает немножечко соперника. Хотя, если как-то выскочить чудом Алексий, у которого 46 хитпоинтов, прострелить, забрать у него девайс. Да там код на уверенности он отыграет. Да, 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 ну все может быть. Алексий Би с картой Мираж должен пропадать и появляться тот самый, который был на трейнере. Он уже пропал, да, он уже пропал, на трейнере вернулся, такой, все, ребят, я проснулся, короче. Проснулся, улыбнулся и поехал. Давай, пойди в спину, в спину. Ну, Фроузен, 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 есть Молик. Молик себе допускает. И можно ставить, можно ставить. А там не видно ли, ручки может, там, вижу, мант уже контролит. Нет, все, шикарно. Ну, все, тут уже ничего не сделать, хотя спрятался. И Иса, вон тапчик в голову ставит. Ну, плей поставил. За Б1 бомба, хорошо. Стало 4-0, деньги у Мау Спортс будут. И это не может, не радует. 4-0, УДЖИ. Хороший. Будет на кольте отыгрывать. Ну, в принципе, пока что ситуация позволяет без этого афика. Вот отыгрывать. На самом деле, берешь АВП, ты должен рисковать либо в миде, либо в условном банане, да, стоять. Подвергать себе опасности. Вальты нашивают. Неплохо, там еще ХЕшки шикарные. Алексей они не проверят сейчас. Они бы сейчас не проверят, если пойдут. Они пойдут, не проверят. Конечно же нет. Все? Должны. Да, проверяйте. Пять такие. Давайте поговорим немножечко о том, как работает эта игра. Фроза сжигает его. Ты берешь АВИК и идешь в аркаду Б на банан. При том, что... Да, да, да. Есть шанс 50 на 50 просто. Либо ты убьешь, либо нет. А зачем делать эти 50 на 50, если ты можешь с кольтом просто на уверенности отыграть? Ну, типа того. Да, в итоге... Ну, как Алексей Бини проверили. Логично же, что Вальды сам не ходил туда пушить. Ну, либо вот сразу за стеночкой, либо дальше за цементом должен где-то находиться. Ну, да ладно, друзья. Мне кажется, сэвить здесь нужно маузам. Они, конечно, будут искать сейчас какой-то... Да рано сэвить. Посмотри, тут раскидки куча. Можно подбеспокойно выходить. Ну, я понимаю. Но, опять-таки, очень битый фроузен. И 2-2 хорошо точки разделили. Опорник передвигается очень быстро манту и подтянется, куда нужно. Бросили сейчас еще молик. Мы видим, отбрасывает также. Дымочек. У нас манту. И будет выход на А. Пошумели, будет выходить на А. Ну, многое, конечно, зависит сейчас от ИС и НБК. Эти ребята пока на Инферно отдают очень хорошо. Манту уже перетягивается сюда. Хороший молик. Там фроузен практически умирает. 17 хп всего лишь остается. НБК занимает позицию внутри плента. Простреливает фоксик. Манту уже здесь. Манту уже должен быть здесь. Манту. НБК. Одного. Второго. Третьего не убил. Успеет ли поставить фоксик? Бомба на руках. Ну, должен. Воксику сложно будет выиграть. Должен ставить бомба. Да почему? Воксик на самом деле такой должен тащить. Не, манту должен перебить сейчас. Манту. А манту просто на уверенности на самом деле. Ну, здесь просто проявил свои стальные. Сейчас манту. Обычно в такой ситуации, если два остаются, то не лезут. Дожидаются второго тиммейта. И потом уже ретейкают один в два. Воксик, наверное, тоже рассчитывал именно на это. Ну, и манту, конечно. Манту говорил, не хочу я покупать авик. Я лучше его пойду заберу у соперника. Ну, и пошел забрал у соперника. Аппулс, аппулс. Аскальта до авика буквально, друзья, за один раунд. Ну, а сейчас я бы хотел увидеть быстрый поджим мидла от команды OG. Раз есть у манту авик. Да, почему бы и нет. Как мы видели от форзов, да? Когда они просто загнали в яму соперника. Тоже так можно? Да, манту отлично у него стал. Да, с пистолетами просто в яму загнали. Ну, и вот он, авик, уже чекает мидл. Отличная работа от Воксика. Да, друзья, вот и АВП. То, о чем мы говорили. Манту, когда берет АВП на карте Инферно, надо в какую-то аркаду идти в агрессию. И на этом Воксик может его спокойно подлавливать. И уже антифраги делать. А не стоит, возможно, этот авик, на самом деле, сейчас брать. Либо если брать, то играть уже пассивно. Там условный шорт, либо ребра чекать. Иса, есть размен по Криш-Джею. Но будем откровенны, Воксик лучше играет с ВП, чем манту. Поэтому вот это пикаться в миде, наверное, это... Иса, иди, якобы, Керриган перестрелял. Очень мало здоровья у него остается. Вальде, Вальде, есть килл. И уйти. Хорошо, Вальде. Не стоит открываться. Воксик уже готов его принимать. НБК на электронике. Хорошая ситуация для ОГИ сейчас. Если Фроузен не убьет Фроузен, Олег себя пробивает. Очень неплохо. Это выигранный раунд уже для Маус Спортс. Да, ну и... Нет, подожди, подожди. Перетягивается Вальде. Вальде уже на точке Б. Он один идет, понимаешь? Ну там. Если даже разменим, два в один будет очень сложно потом ретейкать. Но если Вальде все-таки... Слушай, Маус Спортс замедлились. Или неужели они опять сейчас фейканут? Бросили что-то на Б. Ну толку. Ты бросай, не бросай. Фроузен погибает. Вальде браво. Браво. И Вальде надо бежать на А. И он это прекрасно понимает. Он просто бежит на А. После фрага по Алекси Би логично, что точка Б пустая. Надо просто туда на плюс-даблью забегать. Молли большие там... Занимать плэнд и ждать просто своего тиммейта. Здесь НБК на песках. Флешка шикарная все-таки от Робса залетает. Да, и это первый раунд для Маус Спортс. Вальде, конечно, постарается что-то здесь делать. У него есть еще ХЕ-шечка. Не так Маус Спортс доиграет этот раунд. Все-таки Алекси Би ошибся. Да. И за это должны были наказывать именно под точку Б. Ну и в Оксик, друзья, интрифраг, конечно, по манту красиво и четко. Хотя как-то бы засчитало, по-моему, уже прошел. Это онлайн КС, ребят. Все нормально. Засчитывает и не такое. Да. А иногда не засчитывает, как под шертом. Да, было у Алекси Би тогда с авиком? Да, да, да. Очень много сейчас, кстати, разговоров по поводу нового шутера компании Riot. Лорант. Да. О том, что там они сделали кое-что революционное с тикрейтом. Чего не делал ни один шутер никогда. И вот ждем мы доступа в закрытую бету, скажем так, в какую-то, о которой можно врить. Я в эту игру не играл, я только слухи слышал. Ну и видосиков пару видел, на самом деле. Да. Ну выглядит неплохо. Говорят, с точки зрения тикрейта игры, она просто великолепная. Кстати, друзья, у нас кем времени... Ну, тут Алекси сейчас должен убивать Крижея. Очень легко, да, все просто. И какой-то безидейненький раунд сейчас для команды Маус. ОДЖИ на самом деле последние деньги потратили. И проигрывать такой раунд Маусам явно не хочется, а уже ситуация опять в три. Ну вот Фроузен пытается Алексия увидеть в этом дыму. Не находит его. Уже пошла перетяжка двух на А. Ну, кстати, на самом деле так подгемблили немножечко ОДЖИ. Они вчетвером были на точке Б. Угадали. Манту. Ну, Фроузен не должен, на самом деле, даже Алекси Би убивать. Да, Алекси Би его на Б1 контролит. И ситуация, друзья, уже 2 в 5. Не самое приятное для атаки. Скажем так, даже совсем неприятное для атаки. Хотя там два красных. Алекси Би, Манту. Здесь буквально по одной пуличке. Правда, Иса спасает своего тиммейта. Воксик сжигает, поэтому Алекси Би. Ну, мы сейчас спину бьем, да. Красиво. Вот ОДЖИ. Несмотря на отсутствие экономики, грамотно сыграли. Хотя, с другой стороны, возможно, Маус Спортс просто поторопились. Вылетели они в эти смоки там под Б. Наверное, стоило больше похолдить. Больше флешек каких-то накинуть. Лучше все прочекать. Этого не было сделано. И теперь посмотрите на экономическую ситуацию у самих Маус Зоу. Там по 3,5-4 тысячи. Там даже если какие-то калаши появятся, не будет хорошей раскидки. А без раскидки на Инферно делать нечего. Ну и пауза, друзья, колется от Маус Спортс. Первый тактический тайм-аут. Ну, нужно что-то предпринимать. Понимают они, что седьмой раунд сейчас отдают. Причем свой первый они взяли в такой момент, что сейчас из луст бонусом нужно добирать. А не хотелось бы. Потому что не будет полной раскидки. Только 12 из 37 раундов в атаке взяли Маус Спортс в этой серии. Очень мало, на самом деле. Если уже учитывать, что третья карта идет. Ну да, они взяли сколько? Восемь в атаке на Мираже. На трене вообще ничего не успели. Ну и вот двенадцатый получается. Да? Мало, мало. Не, восемь в атаке они же еще на допах. На допах еще добрали. А, еще. Да, да, да. Все так. Два, два. Два они взяли. Да, все верно. Окей. Смотрим. Восьмой раунд третьей карты этой серии. И побежали Мауза. Ну, НБК уже занимает хорошую позицию. Мауза. Смотрим, что будет делать. Пока по своим стреляют. Пока пистолеты. На самом деле с пистолетами надо рашить. Но здесь хорошие молики от защиты залетают. Крижею не дают пройти. У Крижея статистика, конечно, 1-1-7. Пока что не очень, наверное, удовлетворяет его. Ну, в принципе, здесь у Мауза Портс плюсовой статы-то у никого, наверное, и нет. Ну, конечно. Счет 1-6. Тут и не может быть теоретически Вальде. Ждет уже выход. Есть еще флешечки. Есть еще демок. Хадежка. Хайе. Очень-очень неплохое. Много дамажил. Керриган Крижей падает. Ну, и Алексей тут, конечно, зажат в плейте. Тиммейт ему помогает. С двумя минусами справляется. Все-таки здесь Мауз Портс, но остается вдвоем против троих. Тем же пистолетом. Они знают его позиции, я так понимаю. Ну, там уже Манту поддушивает Алексей. Пропс. Забирает Алексей Би. Слушай, а тут можно что-то придумать. Ну, сейчас АВИК должен от Манту отрабатывать. У кого бомба? О, Фроза на бомба. То есть бомбу можно плейнтить. Ну, в идеале Манту, на самом деле, надо свапнуть девайс. Надо Манту взять какой-то девайс без снайперского прицела. Ну, НБК. Ну, пока плейнт не ставится. Ну, холдят, холдят. НБК контроли, да. Фрозен тоже. Они пытаются еще, может быть, сделать... Забайтить, чтобы на Б, ой, на А, то есть перекинулись. Ну, типа, слишком тихо сидеть. Это тоже такая себе идея. Взрывается у нас ХЕшка. Дэмджа не наносит. Ну, вот Фрозен, наконец-то, размёрзся. Фрозен. БиК. Двоем делают выпад. На самом деле, неплохой размер Манту. Хорошо сделали. Есть информация по бомбе у Манту. Это важно. Он успел забрать, и Робс сейчас поставит ее. Сейчас перед гробами должен ставить. Да, он фейканет. Он должен фейковать, на самом деле. И потом только... Ну, Манту, друзья, на контроле находился. Но очень близкий раунд по итогу. Два в три, да, они там оставались. По итогу раскрутили все до ситуации. Один в один. Кладчивый момент. Слушай, второй раз с пистолетами Маус дают вот такой раунд. А был бы, на самом деле, девайс у Робса на руках. Тут, возможно, все бы иначе и закончилось. Ну, и в целом, Робс, конечно, красавчик. Такие фраги выдал. Ну, здесь Алексибин тоже проспал. Чекал абсолютно другую позицию. Фонтан. Робс прям очень хорош. Действительно, классно отыграл. Так, ну и Маус Спортс без АВП Воксика оставляет. Воксик решает с Кригом погонять. И ОГ. Четыре кольта. И АВП. Ну, на самом деле, ОГ, друзья, такие вот раунды приводят к тому, что денег-то просто нет. И карта за картой. Мы смотрим за то, что какой бы стрик команды не брали, игра все равно очень плотная. И денег, по сути, у них просто не остается в случае поражения. Так, Крис Джей. НБК. Неплохой подпушк. Крис Джей ловит на гранате. И entry-фраг для ОГ очередной. Хорошо. Опять все получается. Мы видим контроль. Здесь мидл, ребята, из ОГ. И Маузам нужно перепридумывать, что делать. Уходить сейчас на Б. Как вариант. Там догорает Молик. И можно сейчас пытаться с Банана заходить. Бросается еще один Молик, если вдруг кто-то там поджимает. Но никто тут не поджимает. Занимает свои позиции Манту и Вальде. И будут ждать этой атаки от команды Мауз Спортс. Так, ну и Мауза в меньшинстве. По гранатам у них, на самом деле, все замечательно. Можно раскидать точку. Обязательно в нычку надо прокидывать Молик. Ужи нету ничего с точки зрения граната. Ужи уже прокинули, конечно, все. Да. То есть идеальный расклад сейчас для Мауз, несмотря на то, что они вчетвером. Но позиции неплохие. Надо обязательно гробы закрывать хотя бы Моликом, отгонять снайпера. Кстати, говорили, там обнова какая-то. Теперь лучше намного видимость через зажигательные гранаты и Молики. Не знаю, что на эту тему сказать. Манту видел, но не убивает. Вальдо есть хороший килл. Знает, где он. А Керриго хорош, на самом деле. В этой ситуации был. А вот так выгнать его. В плане на прочеке он хорошо сыграл. А есть еще чем-то взорвать Вальдо? Хаешек нет уже, да. Ай, печально. Ну и подтягивается сейчас Робс очень далеко. Он был по-прежнему двое на точке А. По-моему, Ужи не знает, что здесь вдвоем сидят. Под этими гробами ребята. Вот, сейчас услышал. Должен был слышать. Манту слышит топот. Воксика должен забирать на самом деле. Манту справляется и с ним. Сам не особо много потеряет. Вальдо выдает свою позицию, но Робс уже контролит его. Вальдо там сутки просидел после того, как Хаешку в него бросили. Еще бомбу поставили. Да. И Алексей, да ладно, как же ты тут погиб? Алексей, ты же знал, что они там вдвоем надо как-то одновременно выходить. А с Банана никого. Да, с Банана никого. Втроем и не здесь. Ну и сейчас. Роб забирает Вальдемара. Прозен. Неплохой дамаг. Иса. Иса врывается просто и двоих забирает на кафеле. Иса. Очередной клач для него. Он и при счете 1-0, да, когда там 2-1 тащил. Иса, по-моему, это был. И сейчас тоже очень важные два фрага для него, поскольку мне казалось, Маус Спортс уже забирает. Слушай, а что Фрозен живой показывает? Вылетел или что? Может быть. Какой-то глюк. Да, Фрозен вернулся уже. Нет, 4 игрока команды Маус Спортс. У нас сейчас, поэтому пауза. Кого-то дропнула. Так, а ну-ка, пошел тебе, я посмотрю. Крис Джей нету. Ну, Фрозен, вот он Фрозен был. Он свой минус дал. А, друзья, Крис Джей мертвый был в любом случае, поэтому не переживайте. А, Крис Джей мертвый, решил перезайти там, может, в игру. Так что это маленький там баг худа, ничего страшного. 8-1. OG. Lag issues still persisting from train. Мы видим, Крис Джей подлагивает. Крис Джей подлагивает. С train он начал подлагивать. И это, конечно, неприятная история. Ну, это странно, на самом деле, учитывая, что ты профессиональный игрок. Ну, что делать? Парочку интернетов, ну, должно быть дома, наверное. А сейчас может не помочь парочка интернетов, понимаешь? А в том, не времена, когда ДДОС был. Не, я понимаю. Я к тому, что сейчас весь мир сидит дома и смотрит Netflix, как бы, да. И это проблема. В лучшем случае Netflix. В лучшем случае Netflix. Нет, в лучшем случае Pornhub. Netflix в простом случае, как бы. Люди все понимают, что нужно делать на карантине, как бы. У нас, как бы, взрослая аудитория. Мы можем открыто говорить про все ресурсы, поэтому чего бы и нет. И могут лагать из-за этого домашние интернеты у людей. И, скорее всего, из-за этого и лагают. Мы знаем, что Netflix отключил HD, YouTube отключил HD у нас на своих серверах европейских. Ну, просто потому что... Не грузило все, да? Да, не вытягивают сервера. Весь мир сидит и смотрит сериалы. Играет в компьютерные игры. Играйте в компьютерные игры. Ну что, Voxic ждет поджима. Но забросили сюда подарочек NBK в окно, чтобы спрятался куда-то над подальше. Так, ну и, друзья, очередной раунд взяли для себя OG, но денег опять нет. Просто вдвоем выживают. Посмотри, там экономика максимальная у NBK 1650. У троих даже тысячи не наберется. Ну и вальдет там еще 1100. 8-1 счет. 8-1 счет. Ну, это... Первая половина уже выиграна. Экономика абсолютно никакой нет. И Мауза, если сейчас берут раунд, следующий могут бесплатно, наверное, забирать. Хотя, скорее всего, OG бы зафорсили в случае поражения. Поскольку там лос-бонус 3400 бы всего лишь был. Ну, наверное, да. Наверное, бы зафорсили. Смотрим. И это вообще тогда выход на 8-3 условный. Так что Мауза самое время включиться. Крис-Джей немножечко погорел. Тут Манту отходит. Можно попытаться сейчас кого-то поймать в этом смоке. Манту. Манту не видит никого. На звук не может тоже выстрелить. Он просто смотрит в Крис-Джея, но знал бы он на Б. Манту! 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 Манту размен все-таки получился. НБК контроли двоих. Но Воксик и Алекси Би также делают по размену. По итогу Фрозен остается один. Алекси Би красный. В идеале ему, конечно, поднять снайперскую винтовку своего тиммейта. Но он с Кальтом пока отыгрывает. Но АВИК надо забирать, наверное. Но они знают, где он. Возле него будет постоянно находиться. Бомба лежит тоже возле АВИКа. Фрозену, даже имея все гранаты, вряд ли получится что-либо сделать. 30 секунд на таймере. Забирай и уходи на Б. Давай, брат. Он тут бежать будет, а здесь прочитает его Алекси Би. Забрал, забрал. Все, пошел на Б. Он сейчас в арку, наверное, будет пытаться мутиться. Он идет просто в Алекси Би. Алекси Би сейчас его через мочок. Фрозен не читает его. И ножом. Нож, 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 нож. Нет, все-таки упрыгивает Фрозен. И Алекси Би такой, ладно, скальта тебя добью, друзья. 9-1. И вот, наверное, тот раунд, который уже так долго ждали, поскольку 3 выжила. Сейчас там полуфорс какой-то для Мамусфорс будет. Если сейчас много не потерять, то уже на счете 10-1. Они будут уверены в том, что половина закончится уже 12-3 условных, потому что будет просто экономика у них. Слушай, я бы хотел все-таки обратить внимание на хладнокровность Алекси. То есть вот он достал этот нож, да. Ну, мы знаем все дворовую поговорку. Достал нож, режь. Да, вынул ножик, режь. Но он все правильно понял, что человек упрыгнет. Не надо прыгать за ним. Ой, очень-очень плохо. Ходешки какие. Как больно же Керригану. 54 хп он уже теряет. Фрозену также досталось. Ну и, друзья, Маус Спортс все в попытке взять еще один раунд в атаке для себя. Алекси Би, кстати, получает неплохой простел от Керригана. Керриган 4-10. Пока, ну да, вся команда Маус Спортс, понятное дело, сейчас не может похвастаться статистикой. Получает молотов Керриган и просит его культурно отойти немножечко. Мол, постой там 18 секунд, подумай. Оп. Керриган. Керриган. Ну, Керриган такой, что... Алекси видит это дело, тут флешечки нет. Ну, при фаером выходить тяжело с деглом. 46 хп у него там осталось. Ну и ждем развития событий. Маус Спортс, конечно, нужно выбить хотя бы два девайса. Если они вот А пойдут, здесь вообще закрыто будет. Тут два пески отыгрывает. В библиоте еще и манту находится. И еще одна хаешечка. По-троим залетает, в сумме доносит... А Моликов нету, да? Моликов нету. Нету, нету. Моликов вообще с гранатами проблемы у них. Это шанс для Маус Спортс. Шанс есть, но Иса в позиции. НБК тоже в классной позиции. Там еще хаешка у НБК есть. Под конец себе оставляет ее. Ну и манту тоже тут хорошо контролит выход отсюда. НБК. Бум, увидел все. Это информация для опорников Б-планта. Иса проспал. Иса на самом деле мог здесь убивать Крис-Джея. Но в этот момент... Буму забрал. Да. Бум. Манту минус Керриган. Как он через смачок, да, получается, забрал? Или он в смог прошел? Не увидел. Крис-Джей делает килл по НБК. Но тут Иса стоит. Манту забирает Флозана. Иса... Да, нет проблем. Да ладно, Робс. Велосипеда должен будет забирать. Робс забирает Ису. И бомба ставится. Вот это да. Вот это возможность. А девайса может подобрать? Надо успеть что-то подобрать. Алексей может выйти до того, как подберет что-либо. Крис-Джей пытается найти спиной. Находит все-таки. Есть у нас девайсик. Ну и надо ретейк. Давно ретейками не занимались. А флешки жалко нет. Сейчас бы идеально было. Робс накидывает флешку. И Крис-Джей просто врывается там с песков. Всех разваливает. Прям как в боевике. Ну нет, друзья. Манту минус Крис-Джей. Робс позиции под бомбу. Конечно, забирает Алексей Би. Это было неплохо. Робс плюс играет. 11-2-9 у Робса. 11-2-10. При том, что команда летит 10-1. Робс с этими пистолетами вытаскивает максимум. Воксик тоже. Воксик 10-10 тоже хорошо имеет стату. Так, что там Алексей Би? 8-4-6. То есть плюсик играет. Хоть и на последнем месте по фрагам. Но свои фраги вот прям нужные. Он делает. Так, ну и 10-1. На самом деле очень плачевный счет для Мау Спортс. За атаку, наверное, хотя бы там раундов 6 минимум. Да, хочется иметь. Согласен. 5-5 это мало. Но здесь попробуй 5 возьми. Да, сейчас будет ган-раунд. Нормальный до конца игры. С ган-раундами будет сложно, если не ставить пленты. Ну, если ставить и проигрывать. Ну, короче. Если ставить и проигрывать, 11-4, это уже компэкать будет очень сложно. Манту. На этот раз знает, что Воксик не... Хотя Воксик мог бы успеть его перепикать. Уже один раз видели мы это. Ну и банан. Фрозен сейчас замечает его Вальде. Молик неплохой прокидывает. Ожидает сразу в упоре. Вальде забирает Фрозена. Ну, прочитано было, на самом деле, Вальдемаром. Что именно под пуш Фрозен пойдет и явно не будет давать заднюю. Ну и опять на банане ничего не получается у команды Мау Спортс. Не могут никак они его продавить. Не могут никак найти вот этот ключик, чтобы взломать и зайти все-таки правильно на точку Б. Хотя те два раза, когда они все-таки пробирались, это было с пистолетами, не ставили пленты, но на ретейке проигрывали. Ну, Керриган. Керриган пытается, конечно, каждый раз вот этот банан занять, постреляться. Он с деглом, да, часто открывается под дефолт. Но все равно у него не особо это получается. Смачки неплохие. От КТ ложатся. Керриган. Будут выпускать сюда по всему югу. Алексей Би, кстати, шикарная позиция здесь. Да, Алексей не должен пропускать. Да ладно, Вальдем его добил. Вальдем спасает. Алексей Би хотя бы информацию про себя еще. Все, выдает, знают о нем. И Алексей Би зашивает Криджей по итогу. Но у Робса, посмотри, количество здоровья просто 15. Там одна пулька. Уже его не будет. Вальдем не стесняется открываться. Здесь подсадочка на клумбу. НБК тоже Криджей контролит. Еще и по Робсу имел шанс. Хороший БиКей. Очень хорошо сыграл здесь. Воксик там смотрит, придет ли кто-то с Банана. Но никто с Банана не придет. Четыре игрока команды OG отстаются. И Манта уже смотрит Воксика. Воксик, Воксик. Хорошо. А Ису? Нет, Ису не успевает. Вальдем, я. Вальдем, ты был кел делай. Робс! Ну, почти. Иса, вновь Иса. Просто в нужное время, в нужном месте. 11-1. Но какие же близкие раунды для Маузов? Вот реально уже три или четыре раунда одного, одного, собственно, человека не добивали Мауз Спортс. Ису, причем в основном. Да, причем в основном это Иса. И очень-очень хочется за эти раунды все-таки цепляться. Но тут ситуация... Ой, прям уже печальнее некуда. 11-1. Осталось у нас три раунда в этой половине. Ну и желательно три забрать Маузам. Проигрывать против в матче с OG ни в коем случае нельзя. Да, есть победа над фейс в активе. Но впереди еще игра с G2. Впереди еще непонятные Virtus.pro. Которые еще не сыграли ни одного матча. И мы не знаем после изменений, после тренировок. Ну говорят, парни тренируются. Ну в плане, не просто так они ожидают этот ESL. Тренд на капитане будет. Поэтому поглядим, что будет новенького. Да, вот приходил в Изи Пизи подкаст. Есть такой чудесный подкаст про КС. Прорекламирую даже его. Приходил, собственно, Little. Рассказывал о том, что команда Virtus.pro там много времени посвятила тому, что они занимались и с психологом, занимались и со спортивными разными врачами, которые тестируют скорость передачи информации, скорость реакции и так далее. То есть они работают. Они там поменяли ИГЛ. И мы понимаем, что многое там будет меняться, учитывая, что мажор перенесли, а результатов нет. ВП работает над этим. ВП мы увидим завтра. Основная цель, наверное, будет для них именно ESL Pro League. Конечно, конечно. Для них сейчас это самое важное. Алексей. Перепрыгнули его. Он соло играет здесь. Право. Он справляется с Керриганом. Ну и, наверное, Моуспорс, да, будут выходить уже до конца по точку А. Бомба именно там находится. Крис Джей. Ну могли еще перетянуться на самом деле, но уже поздно. Вальде на Гривьярде явно не будут чекать, учитывая. Хотя там молику у Криджея есть. Если закинет, будет прям идеально. Но Иса, друзья. Иса в своей чудесной позиции. Стоит, смотрит. Тут же тушит. И знает, что он там. Но что-то убили. Смачок зашивает. Вальде с Гривьярда делает даблкил. А вот Манту за 90 могут и не прочекать. Не прочекать. Отлично. Манту. Ну и знает, где он. Но толку нет. Лежит бомба. Крис Джей пытается убить Манту. И убивает почти. Почти, да. 5 хп осталось. И, значит, не считается. Все так, друзья. Кстати, у вас уже 24 тысячи практически на трансляции. Спасибо всем, что смотрите. Всем привет. Да, матч на самом деле очень жаркий. Жалко только, что Моуспорс пока что вот так вот отлетает. Две карты подряд. Смотрите, КС, ребята. Очень много КС. ESL Pro League продолжается. Будет продолжаться еще до 3 апреля. Группы C и D играют. 4 апреля Play-In в группах европейских. Мы узнаем, кто выйдет в финальную пульку. А там уже с 6 апреля начинаются супер матчи, где 6 лучших команд Европы будут играть каждый день, каждый с каждым. Это прям будет костер, огонь, радость и удовольствие. Ну и какая же печалька, друзья, для Моуспорс. Вы взяли один раунд всего лишь за атаку. И на предпоследний раунд денег нет. Приходится играть с пистолетами. Манту уже контролирует Фрозен. Манту. Ну, кстати, OG максимально аккуратно играет до конца. Несмотря на счет, не лезут прям на рожон сильно. Играют прям максимально стабильные, я бы сказал. Тут никого. НБК говорит, брат, ты что здесь делаешь вообще? Исса, исса. Исса, исса. Исса в стену просто стреляет. Сюда иди, вверх, сюда иди еще, я тебя разорву. Ну, убежал, стрелял, куда видел. 13-1. Как же это печально. Моуза, Соби. Изначально, изначально в нашем расписании рабочем мы с тобой стояли, потом мы с Ламочем договорились. Серега говорит, блин, он Мауспорт с OG, ты будешь комментировать, а давай я с тобой. Мы с Серегой договорились, но у Сереги сегодня не получается. Если бы я комментировал эту игру сейчас с Ламочем. Он бы горел, наверное, да? Серега бы, наверное, и сидел, и говорил, ребята, ребята, алло, алло, вот колодец, видите, вот туда, в колодец сейчас, собивитесь. Здорово, Серега, мы знаем, что ты эту игру смотришь прямо сейчас с нами. Скорее всего, готовишь еще какую-то борщ для того, чтобы выложить это в Инстаграм. Все так, все так. Я голодный здесь опять обзывался. Так, ну и Мауза. На самом деле, этой команды на этой карте я не вижу просто. Не, Мауз ушли после допов на Мираже, Мауз ушли куда-то. И вернулись как будто с другого мира какого-то. Ну, есть. Ладно, давайте уже можем говорить немножко про отговорки, да? Крис Джей и проблемы с интернетом. Начиная с трейна он начал лагать. Но если посмотреть сейчас на статистику Крис Джея, это не Крис Джей. Это команда, в целом нет команды. Просто Иса, кстати, флешку неплохую ловит. Правда, Манту здесь в упоре за Келега, его никто не чекает. Крис Джей один остается против троих. Браво! Настрелит от Чупен Би Кею. Ну а поставить, поставить. Крипл килл уже для него. А поставить? Ну, времени полно еще можно забрать. Вот бомба. Хорошо. СГ забирает себя. Отлично. Спрятал за ящик. Нормально. Так, ну тут здесь вдвоем ОРЖи должны отыгрывать, на размены выходить. Даже в случае, если у Крис Джея по-первыхому залетает. Хотя там у Крис Джея хп слишком уж мало. Но такие клатчи тоже тащились, даже на одном хп, поэтому why not? Крис Джей. Закрытую. Три килла у него было до этого за 14 раундов. Нет, все, Вальдой выбирает. Не чекает, не чекает до конца. Все-таки Алекси Би, там, пикселечек, судя по всему, головы замечает. Друзья, 14-1. Ой-ой-ой. К такому меня жизнь вообще не готовила, если честно. 14-1 за защиту команда ОГ берет у Маус. Я напомню, я напомню вам, что после первой карты, после Миража, который с трудом, но все-таки отжали Маус Спорт со счетом 19-16, коэффициент на победу ОГ был больше 9-ти. Три Питхауса уже кто-то с однушки поднял, как ты говорил ранее. Ну, еще, конечно, не поднял, друзья, всякое может быть, откровенно говоря. Но я по игре не вижу здесь шансов у Маус Спорт, если честно. Да, все может быть, но с 1-14 не отыгрывается. Нет. Нет, я видел с 2-13, но с 1-14 не видел, если честно. Я тоже не помню. Я, по-моему, видел с 2-13, по-моему, это был СНГ минор, метод против Гамбитов играли. На трейне, то есть с 13, да, 2-13 счет был, и за КТ методы камбэкнули против Гамбит на первой карте, но потом все равно серию проиграли. Какая-то, конечно, дичь происходит. Мы в любом случае узнаем из твиттера Керригана, он постоянно пишет туда после матчей, что вообще произошло, почему. Я не верю, что команда Маус Спорт смогла вот так сломаться. На трейне просто-напросто их не было. Здесь первое, то же самое на трейне, то же самое и здесь на Инферно. Первые половины мне напоминают половины в исполнении команды НАТУ Свинсера в защите. В Катавице, да? В Катавице, да. Когда люди за атаку просто играть не успевали. То есть они вообще не понимали, что происходит. Я уже рассказывал эту историю, что Перфекто выходил после Нюка, я говорил, я вообще не знал, что в игре творится. Я людей 8 раундов не видел, то есть 8 раундов людей не видел. То есть что-то происходит, где-то все дохнут. 20-я секунда раунда, уже никого в живых нет. Вот здесь происходит то же самое. Мауза пытается идти через этот банан, нифига. Пытается зайти через мидл, не получается. В Патбе у них хотя бы более-менее там раунды близкие были, там один-один какие-то ситуации, размены. Вспоминаем даже тут второй раунд, потом еще раз Иса тащил. Я хочу посмотреть статистику entry kill-off. Потому что, по-моему, здесь за 15 раундов по entry kill-off должно быть 13-2. Ну где-то так, на самом деле, я думаю, и есть. Ибо вообще не идет. Ну в пистолетке, возможно, там что-то было. Пацаны, не идет. Потому что там пистолетка 4-3 начиналась, они бомбу еще поставили. Ну пистики не помню, да. Честно, не вспомню, да. По-моему, первый фраг делали атака, потом защита, размена, и потом еще один размен. По-моему, так это было. Ну да. Может быть. Ну в общем, суть в том, что мы, возможно, сейчас через два раунда вообще будем с вами прощаться, да, ну до матча G2 против FaZe, ибо я даже не знаю, что добавить. Тут нечего добавлять. Просто есть команда OG, которая играет, играет слаженно, не расслабляется ни на каких раундах. Максимально даже против пистолетов потеют, никто не лезет сам геройствовать. Просто каждый до конца отыгрывает на своей точке. И Mousesports, которые пытаются привнести что-то новое, но просто не получается. Не, я рад за OG, я дико рад за OG, за то, что они доказывают всем людям, которые там недооценивают постоянно OG, постоянно говорят, о боже, зачем там им дали какой-то инвайт, какой-то слот, не стоит принять цене. А вот зачем. Кстати, Mousesports, по-моему, тоже говорили, почему у них есть инвайта, а у нас нет. Пожалуйста, друзья, Mousesports 13.2. Вы где? Ну как бы к Mousesports вопросов, наверное, нет. Ну, то есть у них действительно должен быть инвайт, как ни крути. На самом деле, да, как топовая команда. На все турниры в мире он должен быть у них. Тут вопросов вообще нет никаких, но OG доказывают тем, что эта команда не просто интересна с точки зрения Медики, а с точки зрения Медики это очень интересная команда. На самом деле мы забыли с тобой упомянуть про провал OG на миноре, на квалах на миноре. Они же не вышли, да. Не вышли, они Годсон там проиграли, я еще игру эту с кваном комментировал, там такая рвань была, если честно. Просто рвань была. Вот, пожалуйста. Так все правильно. Ну, смотри, ну не вышли они на минор. И шо? Минор через 8 месяцев влечит когда там, да? Ну, если будут еще какие-то реквалы, скажем так. Не, реквал не будет, я уверен. Ну, типа смысл. Ну, зачем вот это сейчас потеть, там, выигрывать эти миноры, если их все равно перенесут? OG все знают. Возможно, добавят какие-то просто еще квалы дополнительные. Будет там не 16 команд, а 32, допустим, приедет. Ну, не, это будет не совсем правильно тоже. Потому что остальные команды... Ну, а 8 месяцев, ну, сколько может воды утечи поменяться? Остальные команды лочить составы? Ну, я не знаю. Я не знаю, что делать. Серьезно. ESL и Valve должны принять какое-то решение. Какое они примут, понятия не имею. 14-1! И коэффициент на команду Mousesports 14-25 на GGB. Слушай, я на самом деле говорил 2-13, а на самом деле 1-14 же счет. Я почему-то один какой-то раунд Mousesports еще сверху накинул, получается. А, ясно, ясно, ясно. Все подтапливает за Mousesports. 14-1. Да, конечно. Ладно, друзья. Пистолетка здесь в Mousesports явно не должна ограничиваться. Здесь надо просто уйму брать. Забирать все, что дают, надо брать. А то, что не дают, надо забирать просто своими силами, своим трудом. Ну и поглядим, друзья. Поглядим. Так, на банане в пятером собирается сейчас OG. Смотрим, что есть у них по гранатам. Там полетел дымочек, чтобы отрезать Фроузена. Фроузен успевает два хэда дать до того, как дым еще сработал. Ну и тут уже сложно будет OG. Посадка от Робса. Контролить его Алекси Би. А поставить, а поставить, а поставить сейчас вот так. Об наглую так прям по центру ставить. Так и правильно, так проще. Не надо никуда лишнюю секунду тратить. Воксик с банана. Вальде его пока что не контролит. Вальде на свапе, по-моему, находился. И все-таки Воксик перестреливает его Алекси Би. Ну зачем вы душите? Ну, пытается фраг найти, чтобы там завладеть определенной точкой. Иса, кстати, не попадет. Иса один в пять может выиграть. Иса может. Он уже такие раунды сегодня. Тащил Крис Джей, а забирает два в один Иса. А я сейчас поверю в него. Прадо Бомба садится на дифуз. Иса. Времени все меньше у него. Иса! Один на один не поверил просто, что Керриган там до конца будет сидеть. Он мог сейчас перестрелять всех, если бы он... Ай-яй-яй. Он был уверен, что Керриган бросит дифузы. Да, но выигранный этот раунд Маус ни черта не дает. Вообще ничего не дает. Сейчас Экос делает ОГ и потом уже на полных девайсах против каких-то Фомасов, Формилок будут отыгрывать. Ситуация на трейне. Повтор просто. Да, вот вы посмотрите на Ису. Вот тут он добивает. И чуть-чуть левее по идее. А бомба, понимаешь, была бы на дефолте. Вот, вот. И все. А поставлена в итоге не туда, куда надо бомба. Ну и первый тайм-аут для ОГ, друзья, за эту карту. У них и проблем особо не было, чтобы тайм-аут эти ставить. Просто Алексей купил девайс, они такие, Вася, что ты делаешь? Мы вообще-то не собирались всякой 3-форс делать. Зачем, дружище? Ну смотри, у ИСа 3-700 это калаш с армором. Ну так форсим, все. Я не вижу смысла здесь не форсить. Все, форсим и погнали. Ну могут себе позволить. Ладно, Алексей говорят, раз ты потратил, мы тоже будем тратить. А сейчас быстрый Б будет. Сейчас парочку Мактенов залетает. 16-6. Самое тяжелое поражение у команды Маус с Торс на Инферно было. Ну и сейчас, судя по всему, они готовы еще похуже поражение принимать. Ну, надо взять им 5 раундов, чтобы хотя бы антирекорд свой не побить. Так, ну и ОГ. Так, вот такая вот у них закупка. ИСа все-таки с калашом, с армором. Все правильно, денег хватало. Почему бы не приобретать? На гранатах ОГ. На одну раскидку хватит. Там 3 смачка, 3 флешки, молик, хе. Все как надо. Вальда, кстати, неплохо прокидывает. Фрозена могли бы зажимать вместе с Керриганом. Керриган! Вот здесь зажать было бы очень хорошо. Крис-Джей. Второй мид чекает Алексей Би. Алексей Би посматривает на него. Здесь должны закрывать. Правда, Воксик в комбине с Крис-Джеем отрабатывает. НБК есть фраг по Крис-Джею. Девайс надо бы подобрать. Да, подберет. Но туда зайти еще сложно. А тиммейта у Алексей Би разве не было там, Галила? Надо его хотя бы забрать. И затишье. И затишье Вальда постарается здесь пропушить Фрозена. Сложно это будет сделать, но... А посмотри, покидают на плен только один Фрозен. А где Манту? А вон Манту. Он через митл идет. Все, я понял. У Манту просто имеются еще флешечки. И тут можно очень неплохо сыграть. НБК. Иса падает от Воксика. НБК. Но пока что все неплохо для Моуспорт на самом деле выглядит. Учитывая, что у них еще пару флешек имеется в наличии. Открытие. НБК забирает Керригана. Воксик есть. Размен, правда, сам остается на 10 хп. Блюз-Дабл ее нажимает Вальд. Летит просто флэд. Нагло-нагло-нагло-нагло Вальд дойдет. Робса сребили. Он не может помочь своему тиммейту. На балконе его никто не чекает. Правда, Робса один-на-один. Остается Манту против Фрозена. Фрозен где? Фрозен бежит с банана. Фрозен очень далеко. А у Фрозена ампэшка. Фрозена ампэшка против Манту. Манту еще и с армором. Ну и вот тут Фрозену нужно пытаться вытащить. Манту на песках. Манту должен чекать. Отлично. 15-2, друзья. Один раунд остается ООГ, чтобы одержать победу в этом Бест-Оф-Три противостоянии. Ну и Моуспортс. Денег нет. Есть скаут у Воксика. Ну и все. Но как бы на этом заканчивается движуха. 38 АДР, а у Керригана 5-1-16. Крис-Джей имел три фрага, если не считать те три, которые он сделал в последнем раунде первой половины. Игра, конечно, не выдающаяся, но мы уже говорили о том, что подлагивает у Крис-Джей. Да, мы не видим, какие пинги и так далее. Так у него еще не самый худший. У Керригана он 5-8. У Крис-Джей было три просто. Он три фрага сделал вот в том раунде, в последнем оружейном первой половине. Манту отличный. Отличный энтри по Крис-Джей. Вальдерс. Ну, все. Опять в три уже будет очень сложно Фрозену там снигла раздать, наверное, с этих гробов. Ну, надо давать просто два кила с первых двух выстрелов. Единственная возможность. Он уходит тем более с гробов. Сейчас КТ будет занимать. Ну, здесь еще сложнее будет отыграть на самом деле. Для себя Алексипи его без проблем. Контроли, друзья. Два фрага до победы Оу-Джи. Да, Воксик и Робс находятся очень далеко. Манту сейчас может вылезти и их поубивать здесь с туннеля. Манту высовывает голову, получает от Манту. А здесь второй мид еще Иса контролит. Не должен выпускать он Воксика, хотя пропустил уже по таймингу. Иса, ну и бывшего тиммейта. Ну что, магия нужна? Да здесь магия, наверное, даже колдовство здесь не поможет абсолютно. Ну Иса мог бы, кстати, пойти через банан, подпушить. В итоге тут еще и флешки залетают. Иса, Робс. Ну Иса уже в спину выходит Робсу. Пытается его через колодец настрелить. Все получается. Воксик! Один фраг, конечно, по НБК еще делает. Воксик старается. У него на самом деле стата 20 на 16. Да, Воксик играл. Воксик был на этой карте. Воксик, да. А вот остальной команды Маус Спортс, к сожалению, не было. Друзья, с победой команда OG. Не самая легкая первая карта для них выдалась. Ну а потом просто как по маслу все пошло. Что Трейн легкий, что Инферно. Просто не ощущали они своего оппонента. И все началось с той самой пистолетки. Когда Маус Спортс, имея все хорошие позиции, сами полезли на рожон. И при этом проиграли ситуацию 3 в 4 уже с поставленной бомбой. Какая же сложная группа у Виртуз Про. Вот что я хочу сказать. Просто-напросто Face G2, Маус Спортс и еще вот эти ребятки, да. Которые тоже показывают, что они не лыком шиты. И что они готовы развалить любого в этой группе. Да, друзья, ну не забывайте, если вы делаете ставочки, GGB, это есть для вас промокод EPL. Смотрите ESL Pro League и получаете 200% бонуса на ваш депозит. EPL промокод. Обязательно вводим, регистрируемся. Еще под стримом баннер должен быть. Берешь 100 долларов, депозитишь под промокод. 200. Получаешь 200% с депозитом. Ставишь на 9. Ставишь на 9. 1800 баксов выводишь и идешь гулять. Легкие, редкие, ребята, легкие. Да, я шокированный, если честно. Я тоже в шоке сижу. Я не ждал абсолютно такого счета. Я подозревал, что OG могут закрыть, но чтобы 16-2, ну камон, это же Маус Спортс. Они на самом деле сами любят в такой ноль прям закрыть. Еще вспоминаю, в Mirage они, по-моему, против Na'Vi отыгрывали. Там тоже что-то 15-1, там 16-1, типа того они закрывали. В общем, я в шоке. Да, ждем, ждем очередных матчей OG, ждем очередных матчей Маус Спортс. Будет это уже, если не ошибаюсь, послезавтра. Ну, я точно расписание не помню. Опять-таки, буквально через 10 минут я переберусь в студию аналитики, и вот там мы все вспомним, там мы все обсудим, там мы про все расскажем. Никуда не уходите, через 22 минуты ровно стартует игра FaceClan против G2, и это будет прям вишенка на торте сегодняшнего дня, а потом еще такой маленький десертик в виде матча Liquid против Fury. EPL продолжается. Спасибо вам всем за этот матч, я постарался его прокомментировать. Не знаю, как получилось, напишите мне в Твиттере. Может хорошо, может плохо, может мне нельзя этим заниматься. Все, не уходите, скоро вернемся. Я в аналитике, так что все будет хорошо.